Здравствуйте! Сегодня мы будем продолжать наносить декоративную штукатурку Antique Décor Mini. Сейчас смотрите, процесс в принципе был ясен вам в предыдущем моем ролике. Здесь вот я вам сейчас покажу стеночки, как мы это все нанесли уже, вот в белом цвете, но здесь мы не заглаживали фактуру. Вот такая вот она получается у нас, если приближенно. Такого вот плана. Ну смотрите, весь объем нашей работы. Вот стеночка вот эта одна. Вот это лестничный марш у нас, который вниз опускается. Здесь у нас перегородки. Вот такая вот здесь фактура получилась у нас. Потом вот еще одна стена, вот это все нанесено. Тоже вот такого плана. И плавно стена вот переходит на спуск у нас. Вот здесь вот, там вот она вот видите заканчивается, там уже шкафы будут стоять. Ну и часть вот такой вот стенки тоже. В общем, которая идет вот дальше вниз опускается. Вот сейчас я вам покажу. Ну здесь вход на бульон. Вот она наша там опускается. Ну тут ступеньки будут пока, которых пока еще нет. Так, дальше спускаемся вниз. Вот здесь наша фактура. Продолжается лестничный марш вот такая вот у нас получилась здесь вот. Чуть так погрубее вышла. Ну вот две стеночки еще. Вот одна стеночка. Вот вторая там частично. Здесь у нас посередине будет зеркало стоять. Ну вот. Сделал такая вот фактура получается. Материал мы делали, как я вам напомню. Вот у нас ведро пустое из antique decor mini. Наносили, про инструменты вам скажу, наносили где-то в мелких вот частях. Вот обычным вот шпателем сам материал. А если большие у вас объемы, то можно использовать типа вот такой вот шпателек. Чтобы материал сразу нанесли. И вот например на вот большой стене сразу потянули. Потянули, потянули. Вот так, так. Ну то есть снизу вверх обычно тянется. Потянули, так оно просто быстрее материал наносится. А уже рисунок соответственно делается нашим вот венецианским шпателем. Ну, накидной шпателек. Это чтобы материал накидывать нам на шпателя. Вот. В принципе вот так вот. Сверху все это дело мы вскрыли первый раз разведенным воском. Воск развели мы один к одному. Наносим или кисточкой вот такой вот. Или вот пошире, чтобы быстрее мотловиться. Я вот попробовал использовать валик микрофибра. Валиком просто взял все это, прокатал дело. Сейчас вот у нас вот два образца. Вот здесь у нас нужный цвет. Здесь мы сейчас вот смотрим, делаем выкраски, подбираем. Ну и тонируем сейчас воск. То есть воск у нас вот он. Федл ДК воск. Слили все в большое ведро. Пока вот размешали, потому что вот большой объем у нас там чуть ли не 6 литрового получается. Вот сейчас делаем, замешиваем цвет. Добиваемся нужного нам результата. Потом все это дело будем наносить мотловицей. В меньших местах, где не позволяет мотловицей пройтись, будем наносить кисточкой. Все, работаем от угла до угла. Или делаем такие кривые переходы, чтобы прямых линий не было видно. Воск мы наносим мотловицей. Сейчас я покажу, как это все делается. Так, вот так вот наносим. И сейчас я нанесу чуть больше объем и покажу вам, как шпатер потом найдет. Вот мы воск нанесли на небольшую поверхность. Снизу. Сейчас вот просто берем вот так шпатерем. Видите, сразу верха начинает выбеливаться. Сейчас вот шпатерем прошлись, а потом уже... Убираем, чтобы вот эта вот белая, вот эта штука, то есть не в одну сторону шла развод. Чтобы он был кратичным. Ну, в принципе, вот такое вот дело получается. Вот я покажу на предыдущей стене. Вот такого пола. Ну, вот у нас осталась вот стеночка, что делать и вот. Чуть-чуть я покажу вам, в общем, что у нас получилось. Так вот, у нас все получилось. Что с далека вы видите. Это на первом этаже фактура. Вот переход на второй этаж идет. Сейчас я вам вблизи покажу. Сейчас я вам вблизи покажу. Ублизи. Продолжение следует...